Южноуральские вести выходят за рамки телевизионного эфира. Теперь наши новости могут смотреть и пассажиры общественного транспорта. Подробности уникального для России проекта с участием программы вести и транспортного общественного Челябинского канала у Яны Торминой. Для этих пассажиров путешествие на общественном транспорте прошло быстро, увлекательно и информационно. Ведь о том, что произошло в регионе, они узнали не выходя из трамвая. Новости всегда успеваете дома посмотреть? Ну да, стараюсь смотреть. Ну теперь вот еще и можно будет в трамвае смотреть. Ну пока еду в трамвае и посмотрю новости. Конечно, интересные новости, всегда интересные. Ознакомиться с прогнозом погоды или гороскопом, узнать последние сводки МЧС или посмотреть южноуральские вести. Все это теперь можно будет сделать в общественном транспорте. В городе курсирует уже 200 троллейбусов и трамваев вот с такими телевизорами. Если точнее, телевизионных 75 троллейбусов и 124 трамвая. Сегодня установили последний в этом году 200-й телевизор. В планах на следующий год сделать телевизионным весь Челябинский электротранспорт. Сейчас запускается последний телевизор? Последние кратки? Запускается? Телевизор запускается и вот он знакомый многим промо-ролик южноуральских вестей. Теперь узнать о последних событиях в городе можно будет даже находясь в дороге. В оперативности передачи информации с вестями смогут соперничать только МЧС. В случае чрезвычайной ситуации информация сразу же появится на экранах транспортных телевизоров прямо из диспетчерской службы. В чем плюс данная система? Человек, который находится в городском транспорте, максимально быстро получит информацию о угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. Максимально быстро. Южноуральские вести уже доказали свою оперативность. Во время послания Владимира Путина Федеральному собранию основные тезисы появлялись на мониторах в режиме реального времени. И пассажиры одновременно с телевизионной аудиторией могли узнать то, о чем говорил глава государства. Наша основная задача это производство новостей, поэтому нас, конечно же, интересует расширение аудитории. Сейчас мы активно занимаемся выходом во внеэфирное пространство и осваиваем альтернативные носители информации. А еще нам очень симпатичен этот проект, потому что мы стали первым городом в России, где вести можно посмотреть в транспорте. К слову, ГТРК Южный Урал готовит для зрителей много интересных сюрпризов. В 2015-м планируется запуск масштабного проекта, нового регионального канала, который будет вещать 24 часа в сутки. Яна Турмина, Нина Пырьева, Вести, Южный Урал.